Одна из российских ракет действительно ударила по территории завода, но, во-первых, только одна из двух, а во-вторых, это была вторая ракета, а это в контексте версии российского Минобороны очень важно. Для начала, вот кадры. На этих кадрах не оба ракетных попадания, а только второе. Однако хорошо видно, что люди, перед тем, как прогремит близкий взрыв, уже убегают. Убегают они, услышав звуки первого взрыва. Это понятно, например, по разлетающимся во все стороны испуганным птицам. И здесь нужно посмотреть на карту центрального района Кременчуга. Вот тот самый парк, видео из которого вы только что видели. Прямо за забором от него начинаются цеха завода дорожных машин, а торговый центр Амстор находится чуть дальше, примерно в километре от парка и пруда. По версии российского Минобороны, напомню, в ТРЦ прилетели взорвавшиеся боеприпасы с территории завода. А теперь вернемся к видео. Вот молодой человек и девушка в белом бегут, услышав вдалеке звук первого взрыва. Вот место, где они находятся на карте. Его можно узнать по беседке на заднем плане и характерной дорожке. Взрыв гремит прямо за спинами молодых людей. Видно вспышку от него. В воду летят обломки. Заметьте, обломки, а не взорвавшиеся боеприпасы. Снова карта. Понятно, что ракета попадает, по всей видимости, вот в этот большой ангар завода. Другая камера. На противоположном берегу пруда, у беседки. Люди также разбегаются. На заднем плане видно ту самую молодую пару в белом. Взрыв прямо за забором, на территории завода. А теперь самое важное в этом контексте видео, с еще одной камеры. Мужчины с ребенком убегают. Прячутся за деревом. Видна вспышка от взрыва. Эти кадры сняты отсюда. Вот это место на карте. И если присмотреться к видео с самого начала, то вдалеке виден густой черный дым. Это и есть место попадания первой ракеты. Если еще раз взглянуть на карту, то ровно в этом направлении находится как раз торговый центр «Амстор». То есть первый удар был именно по «Амстору», а второй – по территории завода. Напомню, что по версии российского Минобороны, торгово-развлекательный центр загорелся после того, как в него прилетели боеприпасы со взорванного склада на территории завода. Но к моменту прилета по предприятию «Амстор» уже горит.